Сумма защищенных имущественных прав бизнесменов Акмолинской области в 2023 году превысил 589 миллионов тенге. Сопровождены 50 бизнес-проектов, 23 учебных центра предоставляют услуги краткосрочного профессионального обучения. В региональной палате предпринимателей озвучили итоги прошлого года. Подробнее в материале корреспондента. Самое приоритетное направление деятельности палаты предпринимателей – это МИКЕН – защита прав и интересов бизнеса. В 2023 году в адрес регионального филиала поступило 402 обращения, из которых по 245 удалось добиться положительного результата. Это более 61%. Количество решений, принятых в пользу предпринимателей, растёт с каждым годом. Из проблемных вопросов, конечно, можно выделить лидерами земельные споры, далее идут вопросы налогообложения, вопросы касаемо закупок и логистики, ну и, конечно, есть небольшие жалобы на правоохранительные органы. Стоит отметить, что с каждым годом жалобы в сторону правоохранительных органов, со стороны предпринимательского сообщества сокращаются. Это всё благодаря нашему планомерному взаимодействию с правоохранительным блоком нашей области на областном уровне и также нашего центрального аппарата с центральными государственными органами на республиканском уровне. По словам специалистов, аграрная отрасль остаётся сферой с большим количеством рассмотренных проблем. Среди самых злободневных вопросов для субъектов агробизнеса, получив право землепользования по программе развития, столкнуться с вмешательством со стороны госорганов, а также долгое ожидание в списке очередников на субсидирование и неудобство цифровой платформы «Госагрокейзет». Многие подобные проблемы АПК были положительно решены в прошлом году. Так, после обсуждения на площадке региональной палаты предпринимателей в область увеличены поставки топлива, более пригодного по климатическим условиям для северных регионов. Мы прорабатывали вопрос по качественной поставке ГСМ на весенние полевые работы и осенние полевые работы. Весной мы увеличили долю поставки с Павлодарского нефтеперебратовщего завода практически свыше, чем на 50%, что сказалось в первую очередь на конечной цене для фермеров, так как логистика оставала намного ниже по себестоимости. В рамках нефинансовой поддержки предпринимательства в 2023 году оказано 1128 сервисных услуг. В районных центрах бизнесмены получили более 13 тысяч информационных консультаций. При областной палате действует Центр развития женского предпринимательства. В его рамках поддержкой воспользовались около 500 бизнес-инициатив.